Теперь не бойся, не проси! Теперь не бойся! Теперь не бойся! Теперь не бойся! И не проси! Лена и Юля на Евровидении приехали в статусе мировых звезд. Сейчас репетируют свой номер. Запросы у группы соответствующие. Никак нам не понравилась ни сцена, ни звук. Звук ужасный, свет ужасный. В общем, мы надеемся, что в следующую репетицию все изменится. Дуэт считался фаворитом конкурса. Сюда татушки приехали только за победой. Если мы не занимаемся, то в конкурсе я не просто проигрываю. Это мы больше не любим. Интерес подогревался и поведением артисток. На пресс-конференции тату игнорируют вопросы журналистов. И вообще ведут себя вызывающе. Это попытка завоевать тоже и американский рынок. Американский рынок мы уже завоевали. Вся Россия надеялась на раскрученность группы и популярность среди европейской молодежи. Но прогнозы не сработали. Тату заняли лишь третье место. Мы чуть не сорвали прямой эфир на Первом канале. Тогда с Малаховым. Девочки, Ваня типа сказал, что у меня нечего там делать. Не пойдем мы туда на эфир. А надо было, чтобы они просто вышли в прямой эфир. Там несколько слов сказали. Причины поражения выдвигались разные. Кто-то говорил, не нужно было петь на русском. Кому-то не хватило перформанса. Но Лена и Юля знали. Евровидение они проиграли еще до его начала. За неделю до конкурса у тату был сорван крупный концерт Великобритании. Великобритании и Шотландии, кажется, мне вообще не дали ни одного балла группе тату на конкурсе Евровидения. Евровидение было 20 мая, 22 что ли. А концерты в Лондоне должны были состояться в Великобритании в первой декаде. С 1 по 5 мая. Долгое время татушки числились в статусе звезд мирового масштаба. Падение группы случилось неожиданно. Это кадры реалити-шоу «Тату в Поднебесной». Лена и Юля в прямом эфире хотят записать второй альбом. Иван Шаповалов настроен иначе. Будущего нет и не будет. На пике популярности Волкова и Катина их продюсер тоже словил звезду. Креативного и ответственного Ивана было не узнать. Все чаще он запирается у себя в номере и употребляет запрещенные вещества. Он слетел с катушек просто. Приходили и все, в офис люди. По знакомству, через кого-то, как-то. Начинали появляться. Начинал появляться круг людей, которые приносили на х**. Я его уважаю как человека. За то, что он сделал, понимаешь? Но не каждый смог бы это сделать. Но я не уважаю то, что сейчас с ним происходит. Мы там вообще просто никто. Знаешь, я туда прихожу, я себя не чувствую, например, артисткой. Невыдуманная история. Лена и Юля ждут своего выступления в Японии. Продюсер Шаповалов сидит на улице один. Из-за его неадекватного поведения организаторы тура не пустили его в концертный зал Токио. Иван запрещает девочкам выступать. Концерт на грани срыва. Как ты, зачем мне это нужно? А, не надо выступать. Ну, давай ты сюда приходи к нам, мы поговорим. Конфликт с продюсером, да еще и на экране телевизора. Многие думали, очередной пиар-ход. Но новые песни не записываются, а концерты продолжают отменяться. Я прям помню, какой был бум вообще в стране. Сколько было людей, которых нами интересовалось. Просто все, все журналы, все газеты, блин, все о нас писали. В Америке мы начали петь. Ты же видел, какой успех там, Марти, все какие счастливые. Говорят, блин, молодцы, девчонки. Сейчас, блин, все. Понимаешь, сейчас все. Сейчас и в Москве, блин, все заглушили в России, считай, альбома нет. В Америке Мартин с нами не работает. В это же время Волкова узнает. Она ждет ребенка. Отец парень из свиты, телохранитель Павлик. О, что-то там устранное такое. У меня знал полоски. Давай, думаю, быстрее к врачу бежать. Генка меня поддержала, конечно. Рыжает, ты что, молодец, молодая. Карьера есть, дальше вернемся, будем дальше работать. А вот Ивану беременная певица была не нужна. Это стало последней каплей в отношениях шаповалов тату. Спустя пять лет совместной работы подопечные школьницы попрощались с продюсером. Без скандала, без каких-либо там разорваний договоров. Просто спокойно. Как-то вот, ну да, что не получается. Моя веселая, моя смешная боль, я обезьянка мать. В творчестве тату начинается новый период. Без продюсера и без скандального имиджа лесбиянок. На сцене они совсем перестали целоваться и все реже держатся за руки. Своим, конечно, тяжело находиться в роли, которые им не свойственны. И они быстренько сдали задний ход. Ну и потом надо думать дальше, и в сорокалетней же лесбиянке уже не так привлекательно. Катина и Волкова впервые самостоятельно снимают клип. Песня All About Us попадает в хит-парады, но популярность группы падает. У тату нет ни новых фишек, ни скандалов. Придумать их было просто некому. Если бы группой продолжал заниматься Иван, я больше чем уверен, что он бы придумал какие-то новые ходы, новые какие-то вот, какие-то новые акции пиаровские, которые могли бы привести к тому, что вот группа вот, да, да, на новый, на новый, на новый уровень поднималась. Проект «Тату» курирует их спонсор-предприниматель Борис Ренский. Но у бизнесмена с креативом туго. Они шли с Борисом Ренским, с инвестором проекта, который уже остался один, единолично, да, с Юлей и Леной, который увидел надпись на помойке управления, и сказал, вот так назовем альбом. Ну вот как бы человек думает, что, знаете, вот я говорю, мы смотрели кино, чтобы приходило вдохновение, а Борис Ренский смотрел на помойке. Юля Волкова снова устраивает личную жизнь. Безбашенная татушка ждет второго ребенка. Это съемки последнего клипа «Тату». Говорят, прилюдно оголять беременный живот – дурная примета. Но девушка скандал и не такое вытворяла. Так группа уже доживала свой последний сезон в хит-парадах. И, похоже, этот выстрел стал контрольным. Выпустили третий альбом, который, в принципе, мало промоутировался, я бы сказала, вообще не промоутировался, никакого пиара не было. И потом мы просто приняли решение разойтись и заниматься всеми делами. Это клоны «Тату» из Японии. Эми Сузуки и Юрия Оки перепели знаменитый хит «Татушек» на восточный манер. Заодно и пересняли клип. В Японии клип местных школьниц почти догнал по популярности группу «Тату». Но, как оказалось, это не самые известные подражатели Волковой и Катиной. Кэти Перри в песне «Ити» и она один в один просто песня «Я что с ума». Я даже хотел по поводу этого в суд подавать. Я консультировался с американскими юристами. Она настолько похожа, что невероятно. Эксперты уверены, стать такими, как «Тату» вряд ли у кого-то получится. Мальчик с мальчиком, если бы туда. Это не так привлекательно, потому что девочка с девочкой как-то эстетично смотрится. Мы готовы это принимать. И вот они впервые в разных клипах и уже в разных странах. Юля в России, Лена в Соединенных Штатах. Простая машина и джинсы. Лена Катина снова образцовая и снова начинающая. Живет татушка в пригороде Лос-Анджелеса в скромном доме. Тут же сама пишет песни. Выступает народная артистка России. Юля Волкова обходит свои московские владения. Успешная певица решила стать еще и бизнес-вумен. Открывает свой ресторан. Процессом стройки руководит лично. Хочу садить, мы здесь отдыхаем. Ребята трудятся у нас, молодцы. В первом сольном клипе Катина похоронила Волкову. И вообще пытается забыть про скандальную группу. У нас репутация оставляет желать лучшего. Особенно за границей. Поскольку было в последнее время очень много срывов. И люди неохотно. То есть, а, ну вот, понятно. То есть, не хотят верить в то, что, там, я, правда, могу работать. И могу работать хорошо. А вот Волкова с гомосексуальным прошлым тату прощаться не торопится. В своих видео целуются с разными девушками. Сейчас близкие подружки-татушки видят друг друга только в страшных снах. Не созваниваются и не поздравляют на день рождения. О сольном творчестве узнают из интернета. Да, я слежу за Юлиным творчеством. За дуэт с Биланом мне не болело. В связи с тем, что сделала группа Тату, как она появилась с него, начинать вот с того, чего начала она, я считаю, что это глупо. У нас абсолютно разный круг общения. Вот. У меня свой круг общения, у нее свой круг общения. И там, мне неинтересно с ее друзьями, а ей неинтересно с моими. Я не могу это объяснить. Наверное, перезбуток. Нюша, Дима Билан, группа Серебро, Тимати. После тату покорить Запад пытался почти весь российский шоу-биз. Но даже спустя 12 лет приблизиться к оглушительному успеху малолетних школьниц никто так и не смог. Как бы ни пытался Сережа Лазарев пробиться на Запад, исполняя только песни на английском языке, он там никому не нужен. Там своих таких, как он, вагон и маленькая тележка. В истории человечества это единственный проект из России, который стал настолько популярным. Ко мне подходил тот же Филипп Кирков, говорит, ты гордишься, ты гордишься, ты посмотри. Группу Тату запомнят на века. Что другого такого проекта в России не было, нет и не будет. Это моя жизнь, это мое сердце, это моя душа, которая будет жить. Ведь классика, она не умирает. Правильно? Это было, это есть. Мы вошли, мы открыли. Мы вошли, мы вошли, мы вошли, мы вошли. Субтитры создавал DimaTorzok